Так, мне хочется какую-нибудь музыку поставить. Так, давайте-ка. У меня здесь зомбя, видимо, откинуло копыто. Ну ладно. Дайте какую-то другую песенку, такая слишком громкая и веселая. Не подстать моему настроению. Надо, чтобы народ подтянулся, потому что мне охота немного языком поработать. А мне для этого нужны собеседники. Надо пообсуждать насущные проблемы. Ну, не шибко насущные, конечно, но все-таки. На то у меня опять начинается вот эта хандра. Потому что обычно она у людей начинается где-то так... Я не знаю. Осенью или зимой. А у меня как-то вот ближе к марту. Не знаю, с чем это связано. Привет, спиритолог. А я вот как раз сегодня об этом хотел поговорить. Потому что я опять... Подумываю забить на ББ. Вот. Все к этому идет потихонечку. Я потихонечку подумываю забить на ББ. Как вчера на ББЛ сыграли? Была очень крутая игра. Рекомендую ее посмотреть. Там была кровь, кишки, угар, веселье. Арчи сыграл отвратительно. И из-за этого у Акси были шансы. Назовем это так. Ну как были шансы? Я думаю, никто не ожидал такого результата. Вот так стоит сказать. Но там я тебе скажу, что разворотов сюжета было более чем достаточно. О, ну понятно, в общем. 3,7 дней. Ну, правда, какой-то нормально. Блок. Смертоукладчик и еще. Бесплатная взятка. Это, видимо, бонус его стадиона. Окей. Ну, это сливец. Это сливец. Я, в общем, я даже не знаю, что первостепенно. Мое желание забить на Blood Bowl или мое желание забить на стриминг. Вот не могу для себя определиться. Вот не могу для себя определиться. Потому что я устал и от одного, и от другого, и от третьего, и от четвертого. Такие дела. Я, видимо, дошел до той степени, когда мне нечего сказать. Привет, Костебрак. Ну, видимо, когда тебе нечего сказать, ну, надо... Надо заканчивать, в общем. Ну, давайте возьмем Рамтуто, что ли. И одну девочку-бладвайзер, я подозреваю. Поехали. Езжать жить на Дальний Восток? Зачем? Ну, во-первых, я не могу, потому что у меня контракт на работе. То есть мне надо в любом случае три месяца отработать вообще бесшансово. Ну, уже не три, уже два с половиной. Но, как бы... Блин, я что-то Костебрак вообще забыл об этом. Тут что-то ВК как-то это... Вяленько писал, и у меня что-то все это из головы ушло. Что-то забавно, смертоуклачек с... Я даже драться с ним не хочу, на самом деле. Ну, вообще, брать срыв отбора на силовом Блицаре, это чертовски странно. Очень-очень странно качающийся парень. Мне его не понять. Правда, я думаю, что с разницей в 400 тысяч он что-нибудь допридумает. Стата у пары... Понимаешь, спиритолог, стата ни о чем не говорит. Стата это так... Типа... Дает намеки, но при хороших кубах у меня, например, просто может не остаться команды к концу тайма, и там... Там разговоры будут не про стату, а про что-то еще. Значит, это так... Такое си утверждение. В общем, я не знаю, я не мотивирован стримить Blood Bowl, но потом я сижу, думаю и понимаю, что я вообще не мотивирован. Ну, то есть, ну... Ну, мне не хочется стримить. Вот у меня нету такого желания, которое гонит меня включать стрим. Просто его нету. Ну, вот так вот. Он так долго думает, на самом деле. Да я... Какое там свичнуться? Я просто, ну... Ну, не хочу играть. Ну, вот... Вот... Нет желания играть в ББ. Понимаешь, в чем дело? Вот просто нету желания играть в Blood Bowl. Все. Просто я чувствую, что я... Я как-то устал. Вот. У меня как-то... Шишка не поднимается. Вот так вот. Че, танки совсем... Да? А че там делать? Танки скучная игра. Машин, да я не хочу. Я вообще не хочу стримить. Вот нету у меня вот этого желания бежать, запускаться и... И все такое подобное. Кончилось оно куда-то. Не пробили броньку. Ну, рам тут... Рам тут разваливает. Правда, тут ни одного пробития, понятное дело, нету, но... Ну, да, че-то... Че-то при том, что у меня тут стоит... А, у меня аж... У меня Blitz еще не использован. Точняк. Поэтому у меня такой хреновый ассист. Ну, поехали. Я не заметил, они так... Лежат специфически. Давайте попробуем машину приложить. Да, Юля, живи, ну... Я умирать-то и не собирался. Я говорю о том, что... Потерял вкус к стримингу. Вот. Тут ничего про... Никаких этих... Совсем плохих настроений. Просто... Ну, я не понимаю, зачем стримить. Ну, вот... Вот как-то... Как-то пришел к этому ненавязчиво. Уж не знаю, правда, в какой раз я к этому пришел. Но в целом... Кстати, а что... Что это у него за навык? Пас последней надежды! Да, слушайте, команда у Гнома, конечно... Интересная. Вообще, по-хорошему надо забивать побыстрее. Хотя, блин, не уверен, что мне это сильно поможет. Ну, отлично. Ну, вообще здорово. Я не могу понять, у нас асфальтоукладчик пытается так защитить? Ну, как-то... Смотрится это забавно. В конце девятнадцатого... Ну... Понимаешь? Начнем с того, что пока даже ключей не рассылают, в принципе. То есть, как я понимаю, тест начнется только в середине апреля. А мне уже не хочется стримить, понимаешь? В этом и прикол. Блин, мы их пытаемся ломать, пытаемся ломать, они не ломаются. Вообще неприятно. Фуэйз- Фуэйз- очень много силы у гномов очень неприятно тут фола нормального нету бежать тоже принципе некуда поганый удар да так будет лучше париролим плохо париролили и смерть ну нормально синг может дотан покатаешь дота унылое говно для быдла еще и оппонент какой-то долбоёб 66 процентов не считая рерола в итоге я кинул 12 прекрасно прикольно что меня пытается учить жизни парень у которого счет 3710 когда я иду команды 501 я не выебываюсь просто просто забавный момент он даже не знает что у его катка есть срыв отбора ну вот он даже не понимает что у него есть срыв отбора и он мог спокойно находить три куба в мяч забавно но понимаешь что сейчас и и и и и и и но понимаешь что человек даже не знает как работает его команда и случайно убил мне гулю и и типа начал рассказывать что я там не очень вот это это довольно забавно Ну, мы можем забить У нас очень неплохие шансы На забить Так Ну, наконец-то Столько раз били троллей И они наконец-то упали Так Что-то крепкие они, конечно Ничего не сказать Не хочу бить здесь в один куб Это довольно рисково Так вставать Но здесь есть такл Но это удар в два куба Понятно Кубы, конечно, прекрасны Мы кинули второй раз за игру Один-два Один-два Нормально Да, да Два раза один-два подряд Это нормально Да у меня, честно говоря А витаминоз у тебя Нет, у меня не авитаминоз-то точно Тут дело Скорее в Как бы это описать-то поадекватнее Ты уже грубишь Примерно Примерно такое настроение Ну, я что-то неправильно сказал Спиритолог По-моему, я все правильно сказал Ну, ты же на ровном месте Нагрубил, нет Как-то ты очень, нет Какой-то ты очень невежливый Короче В общем-то говоря Не то, чтобы в современном мире Очень была нужна вежливость Но в целом это Довольно полезная штука Но у Гнома хорошая команда Странно, что у него при такой хорошей команде Такой плохой счет Ну, не считая того Что он играет с катком Вот это очень странно Дает мне два халявных удара Удар в один куб по мумии Ну Нормально Нормально Это Это скелет Единственное, что мне нравится В нынешнем положении То, что у меня только один Рерол Вот Будь у меня чуть побольше Реролов Было бы очень классно А так как-то вот Как-то их чутка маловато Эта шутка вообще-то, ну ладно Ну какая-то не смешная Что-то Что-то в этой шутке не то Вот странно, что не подошел Кстати говоря Абсолютно неадекватный додж Абсолютно неадекватный додж Вот вообще Ну че А, он же плюс силовой Я плохо пощу Я не обратил внимания Дебил Так Окей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну это уже смешно просто Придется реролить Не хочу терять Ну это 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 и смех И грех Давненько не кидал Таких отвратительных кубов Ну ладно Смешно получилось Надо забивать, наверное Чтобы Оппонент не успел За это время Че-нибудь придумать Вот так вот Арам тут хороший парень Желко, что у нас уже умерла Одна гуля То есть Считаем Мы начнем Конечно В полном составе Но Потеря Гули Она Продо я не помню Это была нулевая гуля Или не нулевая По-моему Три опыта был Да, три опыта Жаль Ну вот Плохой эрол же А по-твоему Стоило терять Гулю Ну Шанс на то, что гуля Сдохнет там Очень даже нормальный Вот Я не видел Особенного Смысла Для того, чтобы Ну Для того, чтобы Оставаться стоять там По-моему Оно того не стоило Кащей Ну Можешь меня убедить В обратном, конечно Ну а то, что мы не оттолкнули Здесь еще Это, конечно, тоже полная задница И кем он собирается Бить в мяч Или он не собирается Бить в мяч Ну 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 такое, честно говоря Ну такое Я же Расставился так Что, ну Тяжеловато было Здесь Сделать что-то Хорошее Он Он еще Жалуется Он еще Жалуется Ну Спасибо Я Я уж сейчас Подумал Будет веселье С даджами Ладно Не, ну пока Веселье Достаточно Стоит сказать Ну Пробойчик Лучше Чем ничего Уйдем Из контакта Контакт нам Здесь не нужен Ну Жалко Жалко Не, ну Мы Как бы Уменьшили Вероятность Но Ну Я имею ввиду Двух кубов В мяч Но Как бы Если бы убил Было бы лучше При этом Лакорн Да Я думаю Что я сейчас Уже буду Забивать Да Я думаю Что я Отдеваться Смогу Потому что Ну Парень Не стронг Не стронг Честно говоря Я вообще думаю О том Что было бы Неплохо Попытаться Еще один гол Забить Вот Ну Я имею ввиду В этом же тайме Чтобы Отменить Суперкаток Оппонент Тем более Оппонент Сколько там было Пятеро роллов А он так Бездарно Их отдает На ровном месте Если он сейчас Фейлит Додж То вообще Отлично Другая фигня Если он сейчас Найдет шестерку И пробьет Вот это будет Обидно У меня У меня очень Плохие Кубы Да вообще Был разговор О другом Разговор Был о том Как мне Насрать На стримы На блатбол Вот Не знаю Игра Вообще Каких Либо Положительных Эмоций Не дарит То есть Вот ты Играешь И как-то Вот И как-то Никак Нету Нету Никакой Отдачи Даже в удачных матчах Которых стало Совсем мало Никакого кайфа Ну и от стриминга Тоже никакого кайфа Вообще В принципе Я бы сказал Что Удовольствие От жизни Куда-то Испарилось Да мне Насрать Кощей Вот Вот серьезно Мне Настолько Глубоко Пофиг На На то Как эта команда Будет играть Честно Вот Максимально Максимально Фиолетовая Ну Последний Реролл Улетел Мне Вот Вот Что Интересно Сейчас Я Конечно Подведу Игрока Сделаю Блиц С места Как Более Безопасный Кину ли я Что-нибудь Отвратительное Или не Кину Даже Интересно Что-то Время Сделаем Продолжение следует... Продолжение следует... Надо было, наверное, фалить бой... Жалко, мы каток не вынесли с этого... С фала... Продолжение следует... Главное, чтобы сейчас не прокнул ивент на этот... На плюс взятку, иначе будет немного печально... Ну вот... Как оно? Херово! Ну, я расставился так, чтобы ему, как бы, совсем далеко было идти Мы никуда не спешим Надо еще, чтобы гномы нормально отыграли в пас Я думаю, сесть на игроков, которым будут давать пас, мы сможем Надеюсь на это Есть такая надежда Вот Да не то, что с три... Вообще жизни, Костебрек Вообще жизни Ничто не дарит мне удовольствия Оппонент еще как-то странно бьет Ну, это я так, как бы, к слову До июля даже... Да... Ну, он первый удар делал очень странно Вот я не понял Сейчас-то три куба сделает Уж больно очевидные три куба Нет Очевидные три куба СМБ он делать не хочет Что мне абсолютно непонятно Ну, ладно Крис, а с чего ты решил, что страдания каким-либо образом делают жизнь человека Живой Вот Кто тебе такую глупость рассказал? По-моему, к реальности это не имеет, ну, абсолютно никакого отношения На мой, конечно, непрофессиональный взгляд Оппонент играет очень странно Опа Мне кажется, что он не собирается подбирать мяч сейчас Мяч он не собирается поднимать Но ГФИ и забегание силовым он пытается сделать Ну И он подбирает Ну Сказать, что это странно Это Ничего не сказать Хотя Нужно ли мне бить этого? Нет, наверное Повезло тебе, рыжий Повезло тебе Я бы даже сказал Довольно сильно повезло Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Нет, Крис, а мне нравится покой. Вот, я рад, когда у меня есть покой и удовлетворение. Никогда не страдал от отсутствия покоя и удовлетворения. Вот, вот прям ни разу не было такого. Я, наоборот, человек очень далёкий от разнообразного экстрима. Но мне экстрим не нужен от слова совсем. Знаешь, как та бабка говорила, да? Интернет ваш не нужен. Вот, у меня то же самое отношение к экстриму. Есть люди, которым нравится экстрим? Ну, с катертью по ягодицам. А мне нет. Мне даже не рядом. Ни капли удовлетворения или интереса. Очень странный блиц. Получилось хорошо. Сейчас дадим рыжему вдычло. Ой, заодно нам тут освободили двух игроков. Ну вот. Не, ну я понимаю, почему у оппонента... Ну всё так плохо. С такими скиллзами у него, в принципе, ничего хорошо быть не могло. Вот так вот. А сейчас, видимо, мы будем ещё наблюдать знаменитый гномий пас. Вот. Очень многое будет, правда, зависит от того, встанут ли у него игроки и потеряю ли я кого-нибудь до конца тайма. Но, как бы... Играть от паса последней надежды, это как-то, ну, такое. Играть от паса последней надежды, это не добегает. Играть от паса последней надежды, это не добегает. Раз... Не, подойдём. Сейчас. Нет, это добегает. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Окей. Лучше, конечно, не рисковать в этой ситуации, я так думаю. Мы оттолкнём его подальше. Этого достаточно будет, я надеюсь. Да. Это очень хорошо. Ну, то ради этих кубов всё и задумывалось. Но, мы их не кинули. С чего, наверное, всё-таки лучше ударить вот так. Так, не, ну, по стилю игры у парня, конечно, как минимум интересный. Вот. Как минимум интересный. Ну, ок. Отдефались. Я доволен. Не, ну, Крис, я имел в виду экстрим в любом его проявлении. Я, поверь, мне стресса в реальной жизни, вот, я бы, наоборот, порадовался, если бы он у меня кончился. Вот, если бы у меня стресс в реальной жизни кончился, я был бы доволен. Ну, я по максимуму осложнил ему возможность забить. Шанс у него есть, но они такие мизерные. Правда, это блатбол и даже мизерные шансы. Ну, видимо, гулю будет блицевать. Это самое адекватное. Да, да, да. Это удар с МБ по гуле. Или не по гуле. Нет, по гуле надо бить. Да. Что-то зачем поставил ещё игрока? Ну, такил МБ. Ну, это нулевая гуля, поэтому на неё пофиг. Ну, даже не пробилось. Ну, вот, играть против команд, которые намного сильнее тебя, довольно прикольно. В том плане, что ты можешь положить болт на результат и поиграть в своё удовольствие. Если кто не заметил, я сейчас играю, ну, так. Меланхолично. Вот так я бы выразился. Я сейчас играю очень меланхолично. Чуть-чуть поближе подойдём. Только вот так, наверное, сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мы даже в большинстве играем, кстати. У нас плюс один игрок. Ну, а зачем вот, понимаешь, Крис, вот тебя послушать, так надо искать все дополнительные поводы. Я, я вот смысла особого в этом не вижу. Если с неё сейчас тролль бы не встал, было бы вообще здорово. Можно даже на победу поиграть. Ну, вот. Я вот странно. Антошка сегодня заходил на форум. О, это клёво. Но почему-то до сих пор не создал тему о этом. О, матче. Привет, Хазил. Странно. Не, ну на самом деле, я когда-то давно, когда играл, я думал, что на орках круто взять пас последней надежды и играть от этого. То есть играть от паса последней надежды гоблинов и блицеров. У меня реально была такая идея. Но как-то вот... Потом эта идея слегка испарилась. Ну, я очень ссыково встал. Может быть, это не совсем правильно. То есть я встал так, чтобы... Меня было тяжелее ударить. Вот. Не уверен, что это очень правильная мысль. Ну, ладно. Вот на ровном месте парень опять ошибается. Отлично. Зачем он так сделал? Это уже второй раз он... В прошлый раз им повезло, в этот раз нет. Как-то странно разыгрывает лосс. Вот. Нет, нифига, Крис. Это все бред. Знаешь, вспоминается момент, который был... Где же он был-то? В серии книг про одного волшебника в современном мире. Я забыл название. Там был момент насчет... Или не там был. Я точно не помню. И... Там в чем была мысля? Персонаж говорит, мол... Вот я все время жду, что... А, нет! Это было у русского фантаста в Хрониках Сиалы Пехова. Это говорил Гаррет Вор. Вот. Он говорил... Вот я все время жду плохого. И если происходит хорошее, то меня это удивляет. И я радуюсь. А... Если происходит плохое, то я к этому готов. И мне от этого норм. Вот. На что ему там сотоварищи говорят? Ну ты сам-то в эту херню веришь? Тут примерно то же самое. Вот. 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 Лично. Продолжение следует... У него, конечно, плюс броня, он как бы приготовился. И сразу взятку. Ну, как бы... Ну ладно, ну что поделать. М-да, получилось, конечно, как обычно, как обычно. Да не, смирение ничего не дает. В смирение верят только всякие... Простачки, на мой взгляд. Лишнее ГФИ. Ну, игра не накажет, да. Потому что... Игра наказывает только скилловых игроков. А всякий... Всяких не скилловых ребят игра не наказывает. Это известный момент. Ну, нам сейчас довольно несложно будет сделать кубы там и все остальное. В принципе. Для этого не требуется каких-то... Мне интересно, оппонент понимает, что он очень сильно ошибся или еще нет. Потому что, по-моему, вбивание мяча, ну оно такое... Ну, как бы... Ну, простое пробивание. А, нет. Он собирается бить в... Ну, понятно, короче. Ну, ему повезло. Не, ну, правда, пока он тупит, но... Да. Ну, ладно, ладно. Я... Кто я такой? Ну, пока что выбивание мяча все равно предельно примитивное. Вот прям предельно примитивное выбивание мяча. Тут даже как бы... Можно повыбирать способ, каким способом я хочу... Вот, вот сейчас уже посложнее. Сейчас уже посложнее, конечно, немножко. Ну-ка, из шестерка в один куб. Как бы... Ну, неужели мы его с пробоем? Ну, да, да, да. Я... Я понимаю. Я понимаю. Ну, неужели мы его с пробоем? 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 Ну, неужели мы 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 с пробоем? Ну ладно Я так вздыхаю Потому что на мой Глубоко непрофессиональный взгляд Травмировать в моей команде Должны конечно Немного другие ребята Ну ладно, ладно Я без претензий Три пятерки Ну 72 на фол Это не так много конечно Ну Гномы жарят Да Ну был один трупик Но как бы я бы не сказал Что жарят Ну так Неустрашимый проканал в этот раз Неприятненько конечно Правда Рам тут парень резвый Этого рыжего мы еще можем наказать Вот Блиц потрачен Тут как бы дело такое Вот я кстати Последние разы Когда встречал Нежить Меня что удивило Я сейчас кстати не буду шутить Я действительно прям сильно удивился Последние разы Когда я встречал нежить Три раза Все три раза Я встречал ребят У которых Два блока на мумиях Вот сразу просто Две мумии с блоком Как они это делают Непонятно Удар в один Куб на шестерочку Ну как бы У него тут шанс 50% Поэтому Никаких претензий нету Это Это нормально Это нормально Это как бы Было бы неплохо Если бы не получилось бы Ой А зачем? Вот спрашивают А зачем Раз Два Три Удар Колотим Гномов Потихонечку Раз уж они Подставились Грех этим Не воспользоваться Ну это Это одинаковые ГФИ Поэтому Стоп Если я Встаю сюда У меня выбора Нету Я же сюда Встать не могу Ладно Поехали Спасибо за субтитры Не ладно Оно того не стоит Короче Че я придуриваюсь Так Давайте сначала Сделаем Самое сложное В этом плане Самое сложное Сделали Спасибо за субтитры Да Так лучше Так лучше Не туда Кинул Гнома А там Некуда Было Особо Кидать Я сейчас Вообще Хотел Немножко Иначе Все Сделать Фолл Смысла Не имеет Давайте Тарикуба Кинем По Блоджерному Вот Я сомневаюсь Что мы их найдем Но Чем черт Не шутит Получилось Жалко Что без пробития Не Ну у него Не сложное Выбивание Типа Проблема в том Что ему Мяч подобрать Будет тяжело То есть Он мячик То может Выбить Но Вот все остальное Это уже Сложно Вот Алекс У меня Есть К тебе Вопрос В чем Прикол Кубка Дикой Охоты Вот Я Что-то Посмотрел Вот Там Повелся Тема Что Начался Набор Все дела И я Не понял В чем Прикол Может Ты мне Объяснишь Потому что Я пока Не уловил Мог бы Кстати Не кидать Спринт А Окинуть Додж Ну Правда Ладно Не нашел Кубы Ну Че Поделать Дессу Будет Прикольно Если он Толкнет Типа Влево И я смогу Вытолкнуть Извините Ладно Я Я Я Я Пошутил Гномис Ну Ладно Я Я Я Реально Сказал Это Как Шутку Ну Окей Ну Мне Мне Надо В Один Куб Кинуть Но Это 66% Это Это Отличная Возможность Я считаю Если он Поднимет Если он Не Поднимет Я Сюда Подвожу Горда И Разворачиваю Кабины Как Не знаю Кто А можешь Кто-нибудь Показать Фотографию Кубка Ну Так Чтобы Я Примерно Уловил Стоит Оно Того Или Оно Того Не Стоит Привет Джепкер Ну там Какие-то Правила Очень Специфичные Ну В итоге Так Нет Пока Не Стоит Жаль У меня Были Планы Ну Ладно Две Единички Ну Мы Нам Не Обязательно Так Делать Мы Можем Этот Везде 17% Может Ну Додж Додж Наверное Вообще Предпочтительнее Будет Можно Попытаться Уронить Еще Один Раз Ну И мы Та Заблокируем Проход А Это Не Айс Ну Ладно Ну Мы Убежали В Принципе Дайте Здесь Это Это Простые Три Куба В Принципе Этот Не Добегает Не Зафарит Ли Нам Гнома Правда Это Фиг Нам Надо Подводить Тогда Ладно Давайте Просто Заблокируем Да Ну Блин Нашли Кубы Короче Ну Я Не Хотел Рам Тут Если бы Я Уронил Гномеса То Я Рам Тут Заходил Б Без Даджа Я Думал Что Все Таки Смогу Повалить Этого Парня Я Не Смог Повалить Поэтому План С Рам Тут Поменялся Вот Я Я Я Мог Без Этого Без Срывоотбора Делать Я Просто Не Хотел Мы Сейчас Можем Гулю Подкачать Что Ребятки Взять На Гулю Который Есть Блок Додж И Крепкие Руки Ну Вообще Конечно Если это Был бы Нормальный Гном То Он бы Меня Переиграл Вообще Гномы Которые На 400 тысяч Дороже Не должны Проигрывать Нулевой Нежити Ну Почти Нулевой Нежити С этим Гномисом Что-то Не так Я бы Гуле Крепкие Ноги Взял Если Дублей Не будет А Мне Кажется Что Ей Разумнее Взять Такл Ну Чтобы Был Игрок Который Был Одинаково Хороший В атаке И в защите Ну Конечно Вообще По-хорошему Было бы Неплохо Найти Плюс Силу Но Это Уже Так Оппонент 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 Делает Красивые Даджи В Один Процент Вот Мы Как бы Что он там Написал Sit down And Miss click Окей Ну Мы Мы Никуда Не Спешим Поднимаем Рам Тутера Вот К сожалению Здесь удар Не Получился Ну Ладно Тайва С Лету Там Но мы Пока Пока Фалить Не Собираемся Понятно Ну Кубы Кубы Нормальные Вообще Отличные Кубы Собираемся Ну ладно, чё я придуриваюсь? Ну просто ни одного куба, ребята. Ни одного куба. Бывает же такое. Ну ладно. К слову, ребятки, у меня там есть одна команда, на которую я так и не набрал народ. Это команда орков. Ну я имею ввиду назвать игроков и так далее. У кого-то из вас есть желание стать доблестным орком в моей армии? Или не особо? Как он кидает эти 1д кубы? Да, вообще отлично. Вот молодца. Какая же скиллуха-то классная. Я там есть, но тебе это добавил, конечно. Какие роли свободны? Ну я не помню, надо смотреть. После игры посмотрим. Привет, Айчурсин. Ну, да, сейчас посмотрим, в общем. Нормально. 6, 6, 6. Ну, в общем, хорошо идет. Сразу видно скиллового оппонента. Вот. Только скилловые оппоненты каждый ход кидают 6, 6, 6. Вот. Ну, спасибо. Спасибо, спасибо. Ладно, сделаем, сделаем розыгрыш, раз сегодня народ какой-то активный в кои-то веки. Сделаем розыгрыш. Ну, я, я к этому всему отношусь нормально. В том плане, что, как бы, если вы будете умирать, то я к этому буду относиться. Типа, ну, умер и умер. Ну, с кем не бывает. Зачем ты это сделал? Он дал мне халявный удар в 2D. Ну, ладно. Ну, беги, беги, Форест. Может, еще рыжего подними, чтобы я ему в дыщуло дал? Воином хаоса-то был. У меня эта команда до сих пор сохранилась, по-моему. А стример пассивный? Я всегда был таким. Я нашел фотку кубка, кидай. Я заинтригован. О, нормально. У меня сделала свое дело. Жалко, что не убила плюс силу, но молодец. Сейчас гляну, Алекс. Интеллектуально добью ход и посмотрю. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Это хорошо. Я, конечно, ценю его нестандартную раскачку, но он как-то дерзко себя вел, поэтому надо его наказывать. Да, да, грязная игра сработала. Негла. Это наказание. Вот так вот. Молодец, зомбяк. Растоптал бедного маленького рыжего парня. Отлично. А парень, видимо, опять отошел, поэтому не увидел, что произошло. Кубок Дикой Охоты. Так. Так, что мне... Так. А кто это такой... А кто это такой лысый и веселый? Опоссум. Ага. Кубок команде Пушизна. Ну, кубок, конечно, выглядит как-то так. Типа. Как бы это выразиться-то? Дешевенький кубок. Дешевенький кубок. Слушайте, что-то под конец я смотрю, гномов-то довольно много в итоге сломалось. Я даже не ожидал. Хотя вначале все было так плохо, ну, окей. Он в красные кубы бьет. Ну, забарбируем. Благрам тут умеет бороться. Вот так вот. нам бы умертвим кого-то сломать. Но это не очень большая вероятность. Что-то он крепко задумался для игрока, у которого не осталось игроков. Нормально. Последний реролл. По-моему, никак не добегает. Ну, ладно. ой, жапкер. Спасибо тебе, конечно, большое. Без вопросов. Но мое настроение, оно плохое-то. Ну, ладно, ладно. В какой-то степени, наверное, плохое из-за отсутствия денег. Хотя на этой неделе мне должны зарплату выплатить. Как бы это объяснить-то? Чувствую, что в моей жизни чего-то не хватает. Вот не знаю чего, но чего-то не хватает. А зачем он подставляет игроков, ребят? Поднимаем рамтута. Поднимаем. Сейчас мы только проверим. Отойдем на одну клеточку. Так. Плохо получилось. Ну, ладно. Ну, три куба мумией все равно есть, поэтому потратим реролча. гуляй, как это бродяга и так далее и тому подобное. Сейчас бы найти два опыта было бы классно. Вот прямо этим ударом два опыта. Нет. Так, ладно. Ну, я знаю, вот это мне и не понравилось, что ты как бы начинаешь нулевой командой против всяких супер прокачанных отцов. Это немножко не камильфо, на мой взгляд. Ну, я все понимаю. Я все понимаю. Ну, у меня еще есть время подумать целая неделя, если я вдруг загорюсь желанием. Пока, правда, не горю желанием, но мало ли, вдруг что-то изменится. Гном что-то опять, видимо, отошел. Я же там все правильно подсчитал. Да, все правильно. Но у него хороший шанс гулю ударить. Ой, он боится за своего восьми броневого парня и бежит прям. Остальных даже поднимать не будет. Ну, я вообще добегаю до него. Ну, это я так, к слову. Единичка, прекрасно. Это было здорово. У меня есть рерол. Я бы мог СМБ догнать, но СМБ было бы догонять, ну, совсем дур на вкусе. Я не настолько жестокий. Ну, ладно. Избить гномов, которые на 400 тысяч тебя дороже, это довольно забавно. Ну, вот я, честно говоря, не очень понял, какое там идет разделение на основной на отборочный. Как-то про это в правилах осталось для меня неуловимо. Опыт хорошо лег. 12 пробоев против 6, 2 травмы против 3. Там одна, по-моему, с фола была, поэтому такое. у нас умерла гуля. Бывает. Извините, ребята, так выпало, что пришлось взять вот это вот. Привет, Нагагарис. Про какой турнир? про дикую охоту говорим. В Руббл 9 игр до ада. Да кто тебе сказал, что в Руббл 9 игр до ада? Нет. поверь, вот я бы сказал бы, что я до ада сыграл, сейчас я тебе скажу, чтобы не соврать, я тебе скажу, сколько игр у меня было до ада. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Но трудно сказать, наверное, все-таки не четыре, пять сезонов. пять на сорок пять игр. Сорок пять игр было до ада. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, 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 да. Честно говоря, до высшей лиги, ну там было неприятных встреч в штуке две, наверное. А, ну пока никого не буду покупать. Давайте, как договорились, сейчас добьем воинов Хамона. Вот так вот. Так. Сейчас я... Розыгрыш. Так. Все. Ключевое слово ОРК. Поехали. Кто хочет в команду, пишите просто ОРК. И все. Давно не пади на моих гномов. Это ты о чем? Да, гномы как гномы. Да я вообще не знаю, хочу ли я играть в еще одном турнире. Говорю, нет удовольствия от этого. С маленькой буквы, ребята. ОРК с маленькой буквы. Оно к регистру относится вот таким образом. С маленькой ОРК. Вот, да. Алекса добавила. Спиритолог, ты уже есть в команде. Нет. Ну, вот регламент. Ну, там скидывали ссылку, только он как-то странно был. Не на этот, который на сайте. Вот. еще это правило, не знаю. Не вызывает у меня возбуждение этот турнир и... Да, сайт я видел, сайт я видел. Ну, что, еще кто-то. ОРК с маленькой буквы. Я поправлю. Ладно, давайте. Что-то народ не очень активный. А, вот Хазил написал. Так. Ну, что, ладно, давайте. Дайте еще один человек. Еще один человек, чтобы было хоть какое-то соревнование. Во, Ред Грин Лок, привет. Поехали. Так. Окей. Теперь черки. Камбио доллар. Ну, окей. Так. Слушайте, у меня жапкер-то был? Нет? Подождите-ка. Сейчас, подожди, я не помню. Не, жапкера не было. Жапкера не было. Так. Так. Это у нас, значит, накупилась основа. У нас остается 130 тысяч. Это линейка и бросающий, да? Так. Значит, бросающий у нас будет. линейка линейка у нас будет. Угу. Ну, все куплено, если что. Без вопросов. Биг Бифитер. Окей. Ну, у него этого орка лицо, как у Биг Бифитера, сразу видно. Ну, в общем, окей. Ну, я плохо играю орками. Ладно, ладно. Я любой команды играю плохо. Это без вопросов. Мне тяжело назвать команду, которой я играю более-менее удовлетворительно. Блин, я тут так тральнул Васага, думал, он отреагирует. А этот Ногогрыз пишет. Ну, ладно. Ногогрыз стихи не написал в этот раз. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Готов убивать. Кого убивать-то? Я, скорее, готов умирать сегодня. Нормально, как сказать-то, морально готов к этому. Команда соперника. Мистер Деланна. Ну, сетап абсолютно стандартный. Или, или стоп, или нет. не, по-моему, нет, по-моему, не стандартный. Он многовато зомбей взял. Ну, ладно. Не идет ничего? Ну, вот ты сейчас это, как это называется-то? Проклинаешь себя. Вот ты создал тему без стихотворения, и теперь прухи не будет. Ты не приманил нафла своим талантом. Ну, жапкер извини. Бывает, Айчурсин, бывает. Так вот, стоишь за этим, за колбасой, и тут бац. я правда не понимаю, кого мне ставить на лосс в таком сетапе, ребята. Кого ставить на лосс в таком сетапе? Вот, я не понимаю. Подскажите мне, я просто очень слабый игрок за орков в этом сетапе. Я обычно играю сетапом без троля. Чёрков? Всех трёх или всех четверых или как? А троля не ставить. А у меня нету трёх линеек дрэгон. Улавливаешь? У меня нету этого. У меня нету трёх линеек. В этом то и прикол. Вот я обычным сетапом я понятное дело, что поставил бы трёх линеек и вуз не дул. Но у меня же нету трёх линеек, поэтому такое. Обычно я играю сетапом 4 чёрки, 4 блицера и 3 линейки. И там всё предельно понятно. А таким сетапом я просто не играл. Вот. так что чё-то как-то не по адресу дрэгон. Не по адресу. Мы ж с тролём играем. Это другой сетап. У нежки мало силы вроде. Ну я бы не сказал что мало. Вполне на самом деле достаточно. А если ещё и пойдёт пробой, то вообще как бы более чем. Более чем. Если бы он побежал изначально с того боку, было бы классно. Ну тут хорошие кубы, конечно. Влад зе мутилатор. Я на лосе? Да, ты только что упал. Ты упал последним на лосе. Не знаю, радует ли это тебя, но ты упал последним на лосе. лосе. Продолжение следует... 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 Да, лол, тролль! Не, по-хорошему надо, конечно, так толкать. Желательно ронять. Оп, еще пробой. Это потому, что мы воины Хамона. Воинов Хамона не победить, ребята. А то паренька можно пока отвезти назад. Вали мумию блицером. Да, я предпочитаю садиться на мяч в таких ситуациях. Оставь сейфти. Оставил. О, рерол. Это хорошо. Это довольно удачно, я бы сказал. Он собирается налево пробегать? Окей. Ну, это было бы смешно, если бы он нашел сейчас 2-1, но... Это уже было бы излишне странно в этой ситуации. Он собирается всех уронить, до кого дотянется. Вот. Как мужик прям. Правда... Это хорошо. Это хорошо. Так, ладно. Ну, да. Да. Ну, да. Да. Пока ничего удивительного. Пока все абсолютно не выбивается за норму. Ну, вот это приятно. Вот это приятно. Бросающего на всякий пожарный назад. Господи, еще один нокаут. Ладно, остальное не трогаем. Ну, я немножко удивился, конечно, что что-то все линейки там как-то это... Решили передохнуть, короче говоря. Так, конечно, неприятно. Додж прошел. Теперь ГФИ, удар в 2 куба. ГФИ не прошел. Рерол. Кубы не найдены. Это... Приятно довольно-таки. Я, конечно, врать не буду, мне очень хочется сейчас сделать это. Я дебил, кстати. Я дебил, кстати, я только сейчас понял. А нет, я кинул единичку. Не, была двойка. Значит, было. Мне казалось, что я без ассиста делал удар. Нет, я делал удар с ассистом. Я не дебил. Ну, почти. Поехали. Нужно найти нормальные кубы. Это нормальные кубы. Меччик упал хорошо. Не трогаем его пока. Не трогаем. Кажется, это первая победа воинов Хамона. Вот. Переброс. У нас 150 тысяч. Отлично. 5 пробоев брони. 5 нокаутов. Нет, 4 нокаута. Извините. 5 пробоев брони. 4 нокаута. Но воины Хамона и должны побеждать нежить. Давайте скажем честно. Воины Хамона. Привет, Трикс. Воины Хамона должны побеждать в таких матчапах. Вопрос в чем, ребят. Нужно экспертное мнение из чата. Есть и смысл покупать третий реролл или да ну нафиг. Вот, эксперты из чата, посоветуйте. На что потратить заработанные миллионы, полученные этим, как это называется-то? Непомерным трудом. Го, в Open Ladder будем ставки ставить, сколько игр за полчаса сыграешь? Ну, на самом деле, у меня есть команда для Open Ladder, если было бы желание. И ею я не знаю, сколько игр я ею сыграю. Я могу показать ее. У меня есть старая... Да, я знаю, что можно взять лидера, но я бы его брал там потом. Хоть черт его знает. Ну, это у меня есть, типа, No Mr. Cow, да? Нет, Mr. Corolla. Это довольно прикольная команда, потому что в ней все воины хаоса с бладжом. Все воины хаоса с бладжом. Но здесь ударной силы мало. То есть, это команда про игру в мяч. И у меня ею 27-4-6. Ну, так. Не супер-пуперно. Просто хорошая, средненькая команда. Ну, вот. Третий ПП, говорят, брать? Ну, давайте послушаем тогда экспертов. Возьмем третий ПП. Дорого, правда. Дорого. Ничего не сказать. А, он считается как 60-ка. Кстати, тогда нормально. Тогда нормально. А где такл? Ну, вот. Не выпало, Алекс. Я не попадал на эльфов особо, чтобы у меня был смысл в такле. Видишь? Хотя можно посмотреть, как бы. Сейчас, подожди-ка. Тут. А тут, наверное, не посмотреть, как бы, с кем играл. Вот. Ну, ладно. А, хотя нет. Можно посмотреть. С хуманами победа, победа, победа. И одно поражение. Но оно было в начале, видимо. 2015 год, ребята. Старые тимы. С орками победа, 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 поражение, победа. С гномами победа, со скавинами поражение, ничья с вышкой. Две победы и поражение с дарками. Три победы с бретонами. Ну, кто бы сомневался. Вот с хаосом. Вот сколько было. Посмотрите, просто вот. Одни игры с хаосом. Одни игры с хаосом, ребята. Вот, вот кто играет в опенладдере. Лесных переигрывал. Лизардмены. Ну, в то время, кстати, лизардменов было еще много. Три-один, нормально. Норсов ни одного. Нешь ни одного. Но дальше никого и нет. Потому что я в то время, как бы, это. Не бахал. Вот. Одни хаоситы грязные. Одни грязные хаоситы, ребята. Еще до моей армии, помню, была эта команда. Ну, 2015 год, да. 15 год, 15 год. Ладно, ужасная песня. Не песня, в смысле. Причем не важно. Но пробой был какой-то страшный. Да. Пробой, конечно, попер. Да, я не знаю, Дрэгон, вообще, чего я хочу. Да, да, да. Я тоже заметил на Гагрыз. Я тоже заметил. Я обратил внимание, что дали все. Ну, слушайте, вот если бы дали бы 120, это было бы хреново. Чисто для баланса команды. А так же, 60, ты такой смотришь и думаешь. Ну, кстати, а раньше такого не было, по-моему. Понимаешь, Дрэгон, проблема в том, что я устал от блатболла, устал от стримов, устал от диеты и нагруза. Я от всего устал. Я хочу лежать на кровати, смотреть стримы, ситары или сериалы, кушать пиццу и что-нибудь сладкое и ничего не делать. Но, вот я не знаю, вот говорят, если долго заниматься каким-то делом, то ты к нему привыкнешь и тебе не будет хотеться там того-то, того-то. Полный пиздеж, извините, пожалуйста. Не знаю, Дрэгона, я не уверен. Мне так не казалось. Ну, ладно. Красиво жить не запретишь, но... Были бы деньги на крас... Меня сегодня женщина моя удивила. Суть такая. Моя женщина спрашивала меня, типа, Саш, что ты хочешь на день рождения? Что ты хочешь на день рождения? Я ей говорю, ну, у меня есть три желания. Велосипед? Ну, почему я раньше злой был? У меня велосипеда не было. Костюм и телефон. Но, я говорю, это все очень дорого, поэтому... Лучше там дать что-нибудь, я не знаю, там, пиццу мне закажи, и я буду доволен. Меня это полностью устроит. А потом она начала допытывать меня по поводу телефона и говорить, типа, ну, какой телефон ты хочешь? А я еще как-то не определился. Мне там нравится пара моделей Xiaomi, я не могу между тремя моделями Xiaomi определиться. Вот так вот. И не ходил, оно так не работает. Я пробовал, нет, не становится легче. И сегодня я вот говорю, вот, слушай, я пока склоняюсь к вот этой модельке и скинул ей. Вот. Это Xiaomi A1, которая глобальная версия. Мы что-то... Женщина, мы с ней пообсуждали немного телефон. Проходит время. Привет, Бобби. И женщина такая говорит, проверь киви. Я такой напрягаюсь, говорю, женщина, не вздумай. Захожу, вижу, что там, ну, такая четырехзначная сумма прибавилась. Я ей говорю, мол, да господи, мне деньги-то не нужны. Мне, говорю, кушать есть что? Тебе деньги явно нужнее. Вот. Заказал бы мне там пиццу, там, я не знаю, еще что-нибудь такое, я был бы доволен. А она принимать их назад не хочет и говорит, что, мол, типа, потрать их как хочешь, можешь хоть все на еду потратить или там еще на что-то. В общем, очень неловкая ситуация. Я, наверное, куплю на эти... Хотя, так, давайте я проверю, она на месте или не на месте. Вы меня же не сдадите. Сейчас я проверю. Да, ее нет на месте. Я, короче, подумываю, я знаю, что она хочет. Здоровенного такого, знаете, здесь типа полутораметровые, двухметровые медведи. Вот. Конечно, в однушке этого медведя будет не очень удобно пристраивать. Но пусть она будет его убирать, расчесывать, там, так далее. Вот. Ну, мне хозил не помогает. Но у меня такое настроение, ну, мрачное. Еще по той причине, что у меня понедельник, среда, пятница, это дни, когда я делаю зарядку. Я сегодня с утра, когда сделал свои эти... Три раза по тридцать пять пресса, я такой, типа, поел с трудом, пошел на работу с трудом. А сегодня еще мой начальник заболел. И надо мной шефствовал его начальник. А он конченая сволочь. Ну, серьезно. И, блин, было так неприятно. Он меня весь день изводил. И вот, понимаете, типа, я голодный. У меня вот эта зарядка, которая выбила из меня силы. Целый день с шефом-мудаком. И я, в целом, в таком плохом настроении, что... А еще, как бы, ну, есть куча других поводов быть в мрачном настроении. В общем, все очень печально. Особенно весело будет... Есть с доставкой, Бобби. Есть с доставкой. Это не такая большая проблема. Ну, вот. Три угрода мне, Ванус. Может взять угрода и... А есть скрапа язва. Это пушкарь, да? Или нет? Это пушкарь ведь, да? Нет, сопляжуй. А, это прыгун. Это прыгун. Точно. А сопляжуй, это бомбардир. Ну, по трошителю денег нету. На это все денег нету. Я угрод хочу взять, на самом деле. При это за кто-то. А, чемпион сладер. Кем работаешь? Я бы сказал, что с таком, но не знаю. Да, я понял, что это прыгалка. Давайте возьмем угрода и возьмем... Где у нас там взятка? Возьмем взятку. Да? Да. Меня это устроит. Поехали. Я, скажем так, изначально я должен был быть младшим специалистом в отделе по защите информации в одном банке. А в итоге я работаю мальчиком на побегушках. В общем, честно говоря, четыре месяца обучения, они как-то не особо чувствуются. Я бы так это выразил. И это печально. И это печально. Ну ладно. Не люблю играть с ограми. Ну, агроф, по-моему, скиллы какие-то... А, срывы отбора. Понятно. Ну как не повезло. Скучно просто. Проблема главная в том, что на работе скучно. Ну, потому что у тебя везде таклы есть. Вот. С таклами и мне было бы повеселее. Ну, сейчас, может, пила начнет работать, и я такой, типа, у-ху-ху. План-то на игру очень простой. В том деле, что я могу даже попытаться подраться, в принципе. У него плюс два болельщика. Ну, ладно. Это не страшно. В общем, просто получается, что на стримах я не могу реализовать свой творческий потенциал. Ну, я просто, видимо, уткнулся и, как бы, печать... Нет, даже не, давайте издалека. Значит, вот на стримах я не могу свой творческий потенциал реализовать. На работе я тоже не могу по вот таким неприятным причинам. И как-то вот... Вместе с диетой и еще со всякими моментами вырисовывается очень грустная картина, в общем. О, дубоголовость это хорошо. Уронил, неприятно. Пила отлично работает на самого пильщика. С твоей удачей не знаю. Привет, Женя. Мне обычно пила как раз, ну, не очень любит шалить. Вот. Посмотрим сейчас, как бы, тут... Рано еще что-то говорить. Нормально. Пока, чёрк. Пока, Дрэгон. Мы выкидываем тебя из команды. Ну, вот. Хорошее начало. От души прям. От души. Да, я не могу, а за кто-то. У меня аж контракт. Не, ну что поделать. Понимаете, мне сегодня некого ставить на лоз. Ну, по факту. Мне просто, ну, мне некого ставить на лоз. И все. У него сработал проныра. Лол. Ну, ладно. Огр взял мяч. И... Я... Как я должен на это отреагировать? Взял и взял. Ну, убрали опасного снотлинга. Это хорошо. Понятно. Качаем блицеров. Ну, качаем, чё. Я чуть-чуть отойду. Пеле, наверное, будет прикольно бить по снотлингам. Нет, поверь, подбирать мяч Огром, это абсолютно нормальная стратегия. Вот поверь просто. Подбирать мяч Огром, это... Ну, не знаю, как сходить посрать, извините, пожалуйста. Вот если бы он подбирал мячик снотлингом, я бы удивился. А то, что он подбирает мяч Огром, это, ну... Абсолютно нормально. Ну, вот. В этом нет ничего необычного. Да, 4+, это изи. Согласен. Как я и говорил, это как сходить посрать, в принципе. Это неприятный блиц, он ещё и не затупил. Жаль. 5-6. Максимально погано. Но спасибо, что никто не поломался. Это хорошо. Вот это очень странное решение. Ну, ладно. Неприятненько. Да я считаю, что таскать Огром, это, ну, абсолютно нормальная ситуация. Ну, вот. Зачем Чёрков поднял в контакт? Чтобы он затупил. Получилось говёна. Нужно двоечку найти. Идеально была бы двойка. Ну, вы понимаете, что сейчас будет. Как бы тут. Ну, врум, врум, врум. Врум, да. Врум, врум, врум. Ну, шанс хороший на врум. Потратим взятку. Конечно, сейчас выбить могут, но... Почему я не удивлён? Ну, вот. Почему я не удивлён? Первый же фолл и мы кинули... А что мы кинули на фолле? Мы кинули 6-6 на броню и 2-1 на травму. Прекрасно. Вытащили рерол у него. В общем, ничего удивительного. Пробой. Неприятно. Почему не додж? Потому что удар с блоком по неблоку в два красных, он, в принципе, примерно такой же, как додж, только полезнее, грубо говоря. На мой непрофессиональный взгляд. Было бы забавно, если бы он сейчас мискликнул и дал бы пас. Я бы удивился. Ну, ещё Блиц остаётся. Рока-рока-рока-рока-рока-мака-фу. Удар идёт с МБ, да. Я понимаю, что удар идёт с МБ. Это неприятно, конечно, но... Кажется, что поделать? Мы рискуем. Мы с девятой бронёй, поэтому мы рискуем. Вот. Ну, с Блицом тут, по-моему, дело очевидное. Вот. Тут всего два варианта Блица, если уж говорить серьёзно. Да, вот Тровер с восьмой, он Тровер и правильно делает, кстати. Абсолютно адекватное решение. Без вопросов. Так и надо делать. Я даже не буду поднимать Тровер, на самом деле. Это хорошо. Можем чёрка прокачать. Жабкер, не подведи. Жабкер даже не пробил. Жабкер, ну ты, конечно, обосрался. И опять не пробил. Да. М-да, ребятки. Не, ну я, конечно, всё понимаю. Я, конечно, всё понимаю. Но... Но вы хотя бы делали бы вид, что стараетесь. Вот. И костебрак не пробил, и костебрак не пробил, и жабкер не пробил. Там надо кинуть шесть плюс, ребята. Ну это совсем легко, как бы, ну... Ну побойтесь бога. Побойтесь бога. Почему вы не можете кинуть такие простые кубы? Ну ладно, ладно. Я... Я глубоко в вас разочарован. Жабкер, костебрак, вы прям... Разочаровали меня. Команда чатика, ну вот... Понабрал по объявлению, и теперь разгребаю. Вот. Ну не успела за кто-то. Ну что ж поделать. Ну в общем, всё идёт к тому, что в этой игре всё будет плохо. Потому что нету пробития, и... Как бы... И до мяча тоже было не добраться, в принципе. Пила не работает. Пила пока прям сосёт. Откровенно скажем. Удар в блок. Ну ладно. Первый раз дубоголовость работает, ребят. Вот быть не может. Это хорошо. Шестая броня не пробивается. Да, шестая броня. Ну это... Это... Самая крепкая броня. Она крепче мифической седьмой брони. Это как бы next level брони. Вот. Пила работает. Первый же фолл на сто тысяч. Ну в этом плане, да. В этом плане пила, конечно, работает. Как он ненавидит моего этого? Первый. Ладно, поднимем. Конечно, не нравится, но... Как говорится, какая в то самое место разница, да? Орлеан побежал. Ну, а вот Орлеан молодец. Лучше, правда, один такой куб кинул бы немного в другое место, но... На эти... Очередная попытка. Это просто смешно. Это просто смешно. Самая худшая пила, которая у меня вообще была когда-либо. Вот. Самая худшая пила за все время. Очень не везет в этом матче. Прямо вот... Прямо максимальная непруха в этом матче, я бы сказал. Пока оппоненту... Пока оппоненту... У оппонента получается все, у меня не получается ничего. Ни одного нормального куба. Нет, эта пила реально сосет. Вот прям... Максимальный посос от пилы. Без вопросов. Хуже пилы вспомнить не могу. Ну вот. Сейчас нам еще... Сейчас нас еще и перебашит в салат. Ну вот. Хуже была, если пила первый ход просто себя зарезала. А так в итоге у нас как бы все не сыграло. И взятка не сыграла, и там тра-та-та. В общем... Это было очень плохо. Максимально плохо. Но... Че-то даже рерол пока не особо работает, стоит сказать. Ладно. Травера даже поднимать неохота. Но это уже наглость, конечно. Это уже наглость. Просто весь тайм пилили одного огра, который не ломается. Он продолжает тровера бить. Хотя у меня блицер есть для ношения мяча. Ни одного нормального удара. Нормально. Нормально. Хорошо играют, ребята. Справедливо. Справедливо. Так, ладно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ну, не самый плохой план, я считаю. Ну, значит, ты... Ну, ты и рисковый парень. Ты так говоришь, как будто у меня очень много... Осталось этих... Вариантов, что делать. Типа... Ну, ты и рисковый парень. У меня тут выбора нет. Рисковый парень. Ух. А какой додж ты имеешь в виду, я могу исключить? Где здесь я могу исключить додж? За счет ГФИ. Расскажи мне. Снотлинга бей. Да не, мы... 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 Я уже... Ты убежал тем блицером на ассист. Ну... Но... Почти. Почти. Счастье было близко. Вот. Счастье было очень близко. Если бы сейчас выбил, было бы очень красиво. Но... Но не было. О, дубоголовость. Это хорошо. В красное можно и мячика выбить, на самом деле. Ты просто, Люкан, наивный немножко. Только... Только наивный человек мог подумать, что у меня что-то получится. Вот. Все профессиональные игроки знают, что не получится. Вот. Чтобы такие кубы прокатывали, нужно верить в них. А я в них как-то, ну, не особо верю. Вот. Конечно, отстой. Вот просто. Разница в 200 тысяч. И пила и взятка отыграли настолько ублюдочно бездарно, что... Как бы... Вообще словами не описать. Вот просто взятка и пила продемонстрировали максимально убогое действие. Вот. У нас есть халявный удар по Огру. Вот. Ну, как халявный. Такой, как бы. Более-менее. Ну, вон, говорю, он... Единственный реролл потратил там ход назад. Он до этого рерола не тратил. Когда Огр не ошибается, играет... Это в целом очень трудный матчап. На этом этапе. А... Как бы... Когда оппонент еще не ошибается, это совсем плохо. Обидно. Маленькие дряни. Ладно. Ну, спасибо, хоть ты встал, дорогой. Спасибо. Даня, в жопу. Че-то второй раз не хочу пробовать. Ну, в этот раз Костебрак пробил. Молодец. Лучше, конечно, с поля бы отправил. Но это уже прогресс. Это уже прогресс. Не, ну, я уже привык к тому, что в таких играх Снотлинги не пробиваются. Вот. Ну, может, на третий раз Костебрак даже сломает какого-нибудь Снотлинга. Чем черт не шутит. Надо было мага брать. Вот маг бы точно сыграл. В отличие от пилы и от этого ублюдка. Вот. И от взятки. Ладно. Я абсолютно спокоен. Ну, это хорошо, он подвел игрока под удар. Очень мало тупников у него. Вот просто катастрофически мало тупников. Абсолютно. Не, бомба херня. Вот. Сильная травма. Ну, на помойку выкидываем. Минус броня. Он как бы не нужен после этого. Это травма на помойку. Ну, с этой травмой ему как бы, ну, ничего не светит абсолютно. Надо говорить, он просто вот огар, у которого ни одного плохого куба. Просто ни одного. Ну, это, ну, вы видите, в общем. Просто, просто, все видно. Вот. Не сказать, что его оппонент был сильный. Оппонент просто заходит. Будет забавно, если у него в последний ход сработает дубоголовость, и он мячик не забьет. Это будет смешно. Он рерольнул и забил. Понятно. Все-таки испугался. Не наванговал Дженни. Немножко. Ну... 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 Да. Ну, ладно. Тровер... Тровер на месте. Ну, ладно. Можем попытаться забить. Можем попытаться забить. Не прокси. Дело в другом. Дело в том, что снотлинги не ломаются, а я ломаюсь. И у меня уже перманентная травма. И у меня, как бы, ну, в целом, дела довольно опасно. Поэтому... Ну... Я орками пока добился наилучшего результата в ладдере. Вот я прошлый сезон орками закончил на 38-м, по-моему. Тут, скорее, дело в том, что игра с тролем не мое. Вот. Это больше похоже на травму... О, на травму. Больше похоже на правду. Вот. Что игра с тролем — это не мое. Вот. Ну, ладно. Но он очень дешёвый, Биг. Да ну ёб твою мать, а! Ой, господи. Ну, понятно, короче. Если всё идёт плохо, оно будет идти плохо просто до конца. Это абсолютно известный момент. Если всё идёт плохо, всё будет плохо вот прям... Ладно. Ну-ка, как по учебнику, не прокси? Как по учебнику? Ну, вот. Да, солнечный удар, Костебрак. Солнечный удар. Как по блядскому учебнику? Просто... Ну, просто... Сейчас мы ещё пропустим. Не, ну ладно. Не пропустим, конечно, но... Ну, я в этом розыгрыше ничего сделать уже не могу. Ну, так получилось. Вот. Ни одного нормального куба. Ни одного нормального куба. Просто ни одного. Нету нормальных кубов. Давайте сначала мяч подберём. Ни одного нормального куба. Просто нету нормального куба. Ни одного оренга where I've reached out. Ни одного нормального куба. Однако... В этом уровне помace зиму... Ну, она не может... Ни одного нормального куба. А, я не могу... Ни одного нормального куба. Ни одного нормального куба. Ни одного нормального куба в том, отрашенности каждого куба это полезного куба. SS, efficiency 8 добра. Как по учебнику? Конечно, как по учебнику очередная двоечка-единичка. Ну, слава богу. Вот Гритос отрабатывает по самому это. Сейчас он тебе и забьёт. Нет, сейчас он мне не забьёт, я так думаю. Сможешь сам? Нет, не смогу. Нет, сейчас он мне не забьёт. Нет, сейчас он мне не забьёт. Троллят очень вдоль бровь. Я уже заметил, Дженни. Я уже заметил. Ну, просто, ну, серьёзно, в этой игре ничего не получается. То идеальная защита, то ещё какая-то дичь. Ну, как бы... Когда у тебя не идёт... Когда тебя ломают, когда противник кидает там идеальную защиту, ну, тяжело что-то сделать. Сейчас надежда на то, что мы хотя бы сможем зафармить кого-то из маленьких дурачков. Хотя вероятность этого события, она, конечно, не очень большая. Ну, конечно, 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 шестёр. Как иначе? Разве могло быть иначе? Нет, не могло. Ну, класс, класс. Прекрасно. Всё здорово. Абсолютно. Вот. Игра становится всё приятнее и приятнее. От начала до... По учебнику. По учебнику. Всё, всё лицо в учебнике, я бы даже сказал. Вытирать с лица учебник не успеваю. Настолько всё здорово. Ну, чё поделать, Триган? Чё поделать? Не, тебя-тебя-то Огоры забрал. Чё ты? Чё ты? Чё ты? Чё ты? Чё ты? Гритес, Гритес. В этот раз не справился. Давайте спиритолог. И спиритолог не справился. Обидно. Ну, матч, конечно... Ладно. Уже два игрока на помойке. Здорово. Прикрепите, все как по учебнику. Вот вообще... Спасибо. Вот здорово. Здорово. Пила, которая не сделала ни одного удачного фала. И истратила взятку. Труп бросающего. Минус броня на чёрке. До сих пор не встал чёрк за два драйва. И два пар... У него все... За-е-бись. Просто игра внушает удовольствие и радость. Лучше и быть не могло. Расскажите мне, как поиграть здесь. Ну, какую... На ничью хотя бы. Хотя бы на ничью. Я не понимаю. Ладно, я же ничего не буду писать. Это, конечно, прекрасно. Я выкидываю эту команду на помойку. Как бы... Абсолютно не задумываясь. А, у меня аж Тровер ещё умер. Да, мне ж... Говна ты кусок. Как же здорово. Как же здорово. Заебись. Просто заеби... Это смешно. Это очень смешно. Это просто... Лучшая игра, которая была за последнее, я не знаю... За последнее много-много-много-много-много времени. Вот. Как же... Как же эта игра бахает, ребята. Не успеваешь насладиться этим... Божественным геймплеем. Вот. Тот же Гард. Ну, мне уже похер. Я уже даже... Ну, конечно, я не хочу играть. Я просто... Пусть-пусть доваливает. Я не буду играть эту игру. Плевать на неё уже. Это игра, которую невозможно в ничью дальше сыграть. Просто в жопу. Просто в жопу. Оно того не стоит. Это, не знаю, ну, серьёзно, но вот... Первый ивент идеальная защита, а второй ивент в моего... Ну, вымышленного тровера попадает в камень и вырубает его. При этом у него все игроки стоят. У меня два игрока с температурой падают. Ну, это... При том, что тебе уже сломали двух игроков перманентно. Ни разу не сработала пила. И... Нокауты не поднимаются. Ну, как в это играть? По учебнику. Да чё, как я ему не позволю забивать? Как? Ты видишь, что у меня на поле никого нету? Что ты мне предлагаешь в этой ситуации? Мы... Ну, ну, серьёзно. Давай, давай, расскажи мне. Что я должен делать в этой... Как я не должен ему позволить забить? Удивите меня, расскажите мне, как в этой игре не позволить ему забить? Внимательно слушаю прям. Вниматочно практически. Две шестёрки. Ну, кто бы сомневался. У меня просто орков не осталось на поле. Просто не осталось орков на поле. Не дай ему забить. Смешная шутка. Прям вообще. По-моему, у него даже ёбаный подбор мяча каждый раз удаётся. Вот вообще, вот... У него просто, вот, просто получается всё. А чё лива... Если я ливну... Если я ливну... То у меня будет, типа... За это банит Крис. Ну, заебись просто. Просто заебись. Просто... Просто прекрасная игра. Наконец-то орк поднялся вонючий. Ну, как в это играть? Вот когда такое происходит? Да я... Ладно. Я ничего не буду говорить не про Экси. У меня было столько игр, где я всё делал правильно. Но когда ты попадаешь под каток, правильно ты делаешь. Неправильно. Это вообще никакого смысла не несёт. Просто говорить правильно, когда у тебя кубы от бога, какой смысл? Если у тебя кубы от бога, ты... Ты в любом случае сыграешь правильно, короче говоря. Да ничего себе! Так, его за фолы всё-таки удаляют. Ну, это фантастика просто. Сейчас на спринте подскользнёмся. Посмотрите. Ну-ка! Смотрите, вот... Я просто... Я уже знаю, как будет проходить эта игра. Вот я... Я просто уже научен этим потрясающим опытом. Даже не пробил грёбаную броню. Даже не пробил грёбаную броню. Ну, это... Это просто смешно. Просто говорить, как грамотно сыграл. Когда у противника не получается ни один куб, а у тебя получаются все кубы. Ты хоть лицом по клавиатуре катайся. Разницы никакой не будет. Я не спорю, он сыграл нормально. Но, как бы, ничего сверхъестественного он не показал. Потому что просто у меня ничего не получилось. Вообще ничего. Вот я... Я не могу сказать, что у меня... Вот, вот, хоть что... Ну, выкидываем эту команду. Теперь... Вот, теперь точно выкидываем. Без вопросов. Я не знаю, просто... Это... This game is a joke, как говорится. This game is a joke. Ну, он еще и продолжает фалить. На кой хер? Я не понимаю. Но продолжает. Не пробил? Шестерка в один. Чудеса какие-то. Ну ты, Костебрак, прям нашел. Нокаут. Ох! Ну, составы почти сравнялись. Сейчас заиграем. Триорка, прям смогли немножко побороться под конец. Молодцы, Триорка. Вот. Триорка этой силы. У-у-у-у. Но они пытались. Они пытались. Они сражаются, так сказать. Как могут. Получается, правда, не очень, но... А потом мне в Дискорде Ситар говорит, что Огры очень слабая команда и тра-та-та-та-та-та. Вот. Ни одного плохого куба, ребята. Ни одного плохого куба. Спасибо, что не травма только. Ну, фантастика. Фантастика. Да, в принципе, можно остаться ВКонтакте. Ну, что ж поделать. Давайте сейчас в чате надо написать. Синк, такой же тебе троля может вытолкнуть. Вот как, знаете, постоянно в чате находится кто-нибудь, кто ляпнет что-нибудь подобное. Вот каждый раз находится какой-нибудь чел в чате, который такой, типа... У тебя же сейчас тролля могут вытолкнуть. Или там, я не знаю, что-нибудь такое. Меня это всегда безумно бесит. Вот есть какой-нибудь момент, ну, совершенно очевидный. И человек такой... Синк, так у тебя же там... А я все вижу. Но, все равно говорят, что... Ух. Прекрасная игра, конечно. Орки очень крепкая команда. Прям вот. Более крепкой команды пока еще не изобрели. Девятая броня оправдывает себя безразмерно. Ну, вот. Спасибо, Трикс. Спасибо. А-чь. 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 Ну, ладно. Тролль отдыхает. Самое дурное в правилах кола, что в этой ситуации, в этой ситуации я, ну, в принципе, ливнуть не могу. Не, ну, у меня есть сколько в коле ливов разрешено? Пять или три? Я не помню. Ну, это игра, в которой мне смысла сидеть нету. Ну, вот, в принципе, вообще. То есть, играя эту партию, я ничего с нее не получу. Абсолютно ничего. Ноль просто. Я теряю время, я теряю настроение, и игра ничего мне не дает. Но, как бы вот. Но будьте добры, играйте. терпи, собака. Ну, вот. И. 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 Я думал, умрёт. Странно даже, что не умер. Подозрительно как-то. Он ещё и собирается фалить. Я и так удаляю эту команду. Смысл фалить? Мне, правда, было бы ещё очень интересно узнать, почему меня сбалансило на эту команду. Но это тайна, покрытая мраком, я бы сказал. ГГ. Фак ю. Шестнадцатый ход. Шестнадцатый ход я ему насрал. Вот это стандартная практика блатболла. Вот в полностью пососной игре последний мув срёт тому, кому всю эту игру до этого везло. То есть вот игра специально засрала ему этот маленький момент. Вот как бы за целую катку суперпрухи она дала ему маленькую ложку дёгтя. Вот-вот просто. Это стандартная блатболла. Тринадцать пробоев, тринадцать пробоев. Три травмы, три травмы. А по цифрам-то всё было неплохо. Вот так есть посмотреть. Вот смотришь, да? Двадцать восемь отборов против двадцати восьми. Четыре нокаута против четырёх. Три-три. А по цифрам-то всё неплохо, да? Обожаю блатболлу за это. Вот эта псевдо-статистика, которая не работает никогда абсолютно. Просто никогда. Это самое то. И, блядь, конечно, давай дадим сил. Сука, а? Вот сучья игра просто. Сучья игра от начала до конца. Просто сучья игра. Без вопросов. Максимально сучья игра. Вот никогда в этом не сомневался. Просто. Никогда. Блевотное говно. Мы тебе уничтожим половину команды, но потом будет радость. Спасибо, блатболл. Очень тонко с твоей стороны. Как я ненавижу эту игру просто. Как я её ненавижу. Найс, помойка. Просто найс, помойка. Просто бесячая ублюдочная игра. А я переигрывал, кстати, этого... Псиклопсы. В ладдере, кстати. Забавно. Он оказывается крутой. Ну, правда, не лучший гном хаоса. Ой, господи. Вот просто... Вот просто поиграл. Желания заходить в блатболл опять нету от слова совсем. Вот просто. Просто всё желание играть в блатболл, оно погибло максимально. Вот. Следующую игру игра предлагает мне... Вот, вот. Спасибо за потрясающую шестёрку. Вот прям... Прям вот... Вот мне не хватало силы на этом персонаже. Вот. То, что нужно. Это типа у тебя умер чёрк, поэтому мы сделаем... Притом, мне сейчас надо выкупать чёрка. Выкупать не суна. Не, ладно, давайте, давайте попробуем досрать эту команду. Может, сейчас опять попадём на этого потрясающего... Хотя, не знаю, хочу ли я играть ещё одну игру. Вот я даже не знаю. Ногогрызть тебе там на Рубабейле ответил Антошка, если ты ещё тут. Просто-просто вот потрясающее полтора часа счастья. Когда у тебя ничего не получается, и ты даже ливнуть не можешь из-за дебильных правил. Вот. Разве это не здорово? Мда. Поощрительный приз. Да-да-да. Тебя посадили на бутылку в отделении полиции, но... Бутылка-то дорогого шампанского, а? 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 Примерно вот такой уровень. Э-э-э... Я не знаю. Как играть в эту игру, я просто не понимаю. Просто вот-вот... Играешь, и играть я на силуэт. Вот так вот. Ну честно, после такой игры заходить в эту помойку не хочется от слова совсем. Вот так вот. А зачем ты записываешься дворфами? Я вообще не знаю, хочу ли я записываться на сезон Руба Бэйл. У меня в этом сезоне... Я не знаю, вот... Первая половина сезона это вообще худшее начало, которое у меня вообще когда-либо было. То есть, такого говна, которое произошло со мной в первых, там, пяти играх, у меня никогда не было. Ну вот. У меня вообще вот желание играть в Бладбол, оно там обитает на дне океана вместе со Спанчбобом. Вот. Особенно учитывая кучу трупешников. Не знаю, вот... Шесть трупов за полтора сезона это как-то многовато, на мой взгляд. Притом, я бы еще понимаю, умирали бы вонючие роттеры. Так вонючие роттеры не умирают. Это... Это самое обидное в этой ситуации. Амазонки. Дерьмовый матча. Особенно с учетом того, что я играю без блицеров сейчас. А надеются, что амазонки постоянно будут кидать 1-2. Это, ну, такая себе надежда. Не очень реальная. Назовем ее так. Ну, конечно, опять монетка проигр. Ни одна монетка не выигрывается никогда. А ты кем играешь, Трикс? Расскажи-ка мне. Кем ты играешь? Давай. Хотя, на самом деле, мы можем оставить троллята. Че я придуриваюсь? Господи, если все. Нормально. Вторая игра орками, ребят. Просто вторая игра орками. Вся команда лонеры. Здорово. Просто, просто здорово. Ты кем ты играешь, Трикс? Давай-ка. Какой расой? Расскажи мне. У меня просто за полтора сезона не отрегенил супер-козел, который был шестого уровня. Не отрегенил воинхауса пятого уровня. Умер козел, который уже был со скиллами. Так себе, но все-таки это был целый козел. Вот. И, кстати, умер мой единственный воинхауса, который. Циркачи. А че ты хотел-то? Циркачи это команда, которая должна умирать. Вот. Сейчас самое время сказать, что я наныл. Вот. Сейчас будет тачбэк. Спорим? Ребята, это не тачбэк. Святые макароны, ничего себе. Это не тачбэк. Надо сейчас пойти погулять, голову освежить, а то я горю, блин, страшно. Ты на аныл. Спасибо, Непарокси. Мой оппонент очень плохо считает, судя по всему. Давай, удачи тебе, Костебрак. Но мне тоже, наверное, надо идти спать, потому что тоже завтра на работу. Хоть мне и не хочется. Вот. Вот это игра с амазонками. Типичная. Опа. Так, ребятки. Уже не совсем типичная. Так, ребятки. Мне этот человек, в отличие от Ографа, играет просто ужасно. Я, честно говоря, не успел посмотреть его стату, поэтому... Ну, ничего сказать не могу, короче. Че ты ливнул? Он уже ливнул. Вот второй... Вот зачем вообще играть? Вот если ты так делаешь? С победкой. Ну, я, честно, не понимаю, нафига так играть? Типа, если ты сразу взял просто ливну и... Ладно. Так, у нас... Давайте-ка. Розыгрыш. Вот. Ключевое слово... Орк. Да? Да. Давайте-ка. Кто хочет орком, пишите орк. Настроение поднялось? Нет. Я чувствую тонкую издевку Бладбоула. О, кстати, Непрокси. Есть к тебе вопрос. Как к предсказатору. Вот. Ты собираешься вылететь или остаться? Ну, у тебя шансы, конечно, вылететь маленькие. Но математически они есть, по-моему. Не очень большие, правда. А у меня нет. У меня не прокси. Это не помогает. У меня вот в Рубобейле команда названа... Одними мастерами. И она ничего не показывает. Ну, вот. Ты же можешь написать орк. А, ты написал орк. Тогда окей. Ну, вот я тоже не понимаю, зачем идти... В Чемпион Ладдер, если ты вот ливаешь. Живительный донат. Ну, такой. Спасибо, конечно, большое. Большое спасибо. Но не сильно оживляет. Жопа еще не остыла. Да. Вы не поверите. На самом деле, первый вариант был Костебрак. Но Костебрак уже есть в команде. Поэтому нет. А не прокси, да. Вы не понимаете, второй вариант... Я как бы... Сейчас. Хочу показывать. Поверьте мне на слово. Мне лениво захватывать экран. Вот. Так. Просто Костебрак, Блицер есть. Поэтому второй раз я Костебрака... А почему он вообще в списке был? Это багануло так? Странно. Ну, я думаю, не прокси, что ты, скорее всего, останешься в этом. Потому что ты, скорее всего, останешься в дивизионе. Я сильно сомневаюсь, что... Что-то произойдет иначе. Вот. Не, ну чем черт не шума... Мало ли что может произойти, но я что-то сомневаюсь. Мне, в принципе, сегодня вечером не особо нужно гулять. Я сегодня нагулял свои 16 тысяч. Вот. Поэтому моя совесть чиста в этом плане. Ну, мы сейчас как сделаем? Давайте вот... За две минуты найду игру, играем. Не найду, я пойду... Не знаю. Займусь чем-нибудь более полезным. Два раза солью и... Да, я думаю, ты не сольешь. Ну, ладно, не два раза. Слушай, я писаю, какое у тебя расписание. Мне даже интересно. Я-то вот вылечу, скорее всего. Вот у меня шансы вылететь огромные. У тебя они не огромные. У тебя одна игра с Адантом? Да, Адан-то порвешь. И игра с... С Гафи. Адан-то порвешь и нормально. Вот. А с Гафи, конечно, как-то... С Гафи как-то играть не особо хочется, я так подозреваю. Ну, я думаю, с Гафи никому не хочется играть. Вот. На кого мы попали, кстати? Супер Пуф. Пуфин... Опа, ребята. Три Реролла. Йетя. Ульфренер 1. Кикер есть. 1120. А у нас еще наемник, поэтому мы чуть дороже. Окей. В прошлый раз 3.0 все было норм? С Адантом или с кем? Здравствуй, как орки идут? С кучей трупов, Ancient Flame. С кучей трупов. Прямо вот... Начинаем и умираем, как говорится. Такая фигня. С Гафи... Ну, просто... С Гафи, понимаешь, вот Гафи в этом сезоне, видимо, пошла жара, и играть с ним опасно. Вот. О, отлично. И это хорошо. Так, сейчас Ancient Flame будет фармить опыт, ребята. В три куба. С кофти Ice Cube. Ice Cube. О, слушайте, слушайте. Дайте-ка я поставлю одну плохую песню, но... Раз я вижу Ice Cube, давайте поставим Ice Cube. Есть одна дебильная песенка у него, которая мне очень нравится. Во. Все дня. Все дня. Сейчас будем тащить под эту музыку. У него гард на... На дубле, по-моему, бегуна. Ладно, ладно. Давайте поставим чуть-чуть более. О! Вы знаете, что это за группа? Вот, давайте-ка. Всегда все думают, что это Ария и Би-2. Но, послушайте. Это как бы... Не-не, послушайте, послушайте. Послушайте сейчас. Я прибавлю? Пока тут розыгрыш. Всегда говорят два варианта. Ария и Би-2. Ария. 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 Спиритолог будет тащить меч. На измеренном шагам. Что такое, Люкан? Ну вот, Би-2 был вариантик? Че там? Это, на самом деле, такая группа айскримов из Белоруссии. Вот. Это белорусы те? Да, да, да. Это белорусы. Ну, согласись, что похоже. Я немножко убавлю. Очень похоже. Вот. Тратим рерол. Блин. Обидно. Пробойчик. Окей. Подстрахуемся немножко. Че-то они все пробились? Ну, рерол можно было не тратить, понятное дело. Ну, ладно. Теперь мячик бы подобрать, ребята. Отлично. Так. Гляньте, как аккуратно встал, а. Как аккуратно встал. Вот это. Так, окей. Вообще, надо по-хорошему троллем бить почаще и силовым парнем. Вот. Потому что на них большая ставка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, теперь они бай эффект, я знаю. Вот. О, он пытался... А, он блицует диким зверем, ребята. Вот это внезапно немножко. И... Ну, нормально. Нормально. Гобзавр уходит с поля. Ну, вот. Гобзавр. Вообще, блицевать, конечно, троллем мне не очень хочется. Это боязно. Хоть в этом и есть какой-то потаенный смысл, на самом деле. Сакральный смысл. Сакральный смысл. Сакральный смысл блицевания троллем. Мне хочется. Вот мне очень хочется блицевать троллем. Вопрос в том, куда блицевать троллем. Вообще, по-хорошему, наверное, в кикера. Вот. В брикеллу или как его там? Берсикатла. Брикелла, короче. Окей. Хотя, три куба сейчас сделать тяжеловато, конечно. В берсерка было бы неплохо тоже блицануть. Но это уже посложнее. Надо как-то аккуратно это сделать. Лучше, конечно, блицануть, блин. Давайте аккуратненько. Аккуратненько. Эх, говнарь. Ладно. Ну, спасибо, хоть ты не затупил. Ну, ладно. Поехали дальше. Плохо пока идет. Пока пробоем не пахнет. Мы играем еще и в меньшинстве сразу. Потому что линеечка Гобзла решила отдохнуть. Но он неименной. Что взять с неименного? Вот. Халявит. Вообще, я понимаю. Я вот когда играл по фану, когда я играл по фану, я каждый ход блицевал йетти. По-моему, это странная стратегия. Вот. Придется убить тебя. А, он собирается блицевать в тролля, что ли? Что между нами ничего и никогда уже не будет возможно. Не, он все-таки блицует не в тролля. Ну, странно. Зачем игрока еще подвел тогда? Жаль. Ну, Непруха живи. Проверка Непрухи на прочность. Непруха жив. Молодец, Непруха. Режка, крючка вниз. Режка вниз. Правда, сейчас троллем прям хорошо можно вбацать. Вообще, тут вообще ног сейчас, где можно хорошо вмазать. Таким ударом даже в удар не убит. Пф, ты сомневался. Ну, ты и ладно. Ты пока радуешь. Ты пока радуешь. Че-то мой оппонент какой-то дичь делает, по-моему. Я че-то, честно, не очень понимаю, что делает оппонент. Но, окей. Как-то он так встал, типа... С надеждой на... На что-то. Непонятное мне. Ну, ладно. Так, отлично. Так. 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 А, у меня аж здесь удар стоит Окей Так Начнем с более безопасного удара, наверное Хорош, хорошо, хорош жапкер Если бы еще получил бы два опыта, сейчас сломал, было бы вообще идеально Ну вот, ну ладно Ой, хорош Энг Флейм, ну ты просто батя Теперь Непруха давай Ну, Непрух, ладно Не сломался с Даджа и слава богу Молодец Непруха Вот Никих вопросов, никаких вопросов Вообще, он может сейчас рисково поиграть и у него будет все нормально Тут на самом деле, а, он Гард добегает, ну ладно Но в мячик у него есть кубы Притом, не очень сложные, в принципе Надо было бы лицануть мной в один куб Да нет, там Как-то смысла особого не было Что немножко путает тут дело Но радует, что сейчас Йетти не будет ходить Вот, то, что Йетти сейчас будет валять дурака Это прекрасно Ну, если вдруг он не захочет сходить Конечно, чем черт не шутит Две шестерки по Флейму Ну, это хорошо Он правильно сейчас все делает Тяжело играть против такого количества блока Наверное, даже смысл двоечку выбрать На самом деле Да О чем я и говорил Ну, ладно Теперь у него есть кубы нормальные в этого В Блицера Четырехсильного Правда, его еще повалить надо Вот это Вот это было странно Вот этого я не понял, ребята Вот это, по-моему, была дичь какая-то Зачем? У тебя же был Ты мог вытащить игрока И сделать кубы в мяч Вот это, по-моему, была ошибка, ребята Вот это, по-моему, была ошибка Ой, он Ну, не знаю даже Это, по-моему, странно О, отлично Он реролл потратил в никуда Молодца Батя говорит, молодца Хорошо сделал Не, ну все не так просто Но Как бы ситуация улучшилась Это хорошо Вот он Он слишком замыкается на драке У него были Были возможности на мяч повлиять Он решил подраться Это Тупость Ну, мне так кажется, конечно Стоит добавить Ну, отлично Это хорошо Блин, ну еще и контакта Вот умница Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так, непруху надо не забыть Подвинуть, да Здесь блиц у нас хреновый Поехали вызволять мистера Эншент Флейма Блин, жалко без пробития И Флейм встал Вот умница Так Удачного боя До завтра Давай, спокойной ночи Не знаю, что будет завтра Ну вот Почему не пытается в мяч играть? Я не понимаю Очень странно По-моему, можно было реально цепляться за мяч А он вместо этого пытается драться Какой-то дикий просто О, господи Вышло очередное дополнение для Альбиона Ничего себе Теперь можно рыбалкой заниматься Вот это они дают Прям Джва года ждал рыбалку Как говорится Кстати, заметьте, что они перестали пробиваться То есть как-то Как-то они так покрепче стали Хотя мы сейчас неплохо раскидали Было много ударов По седьмой броньке Подскок Единичка Предпоследний реролл О, еще одна единичка И это хорошо И это очень здорово И это прям приятно, ребята Тут теперь вопрос в том Насколько жадно сыграть Жаль Жаль Ни один удар не получается Что характерно Две единицы Ну, понятно, короче Все, что можно было кинуть плохо Саша Саша Кино плохо Ладно Подходим Пробойчик Ну, такой пробойчик Конечно Давайте забайтим его на въезжание В стройку Какой ты молодец, Флейм Какой ты молодец Как ты здорово кинул 2-2 в этой ситуации Не каждый смог бы такое сделать А ты сделал Хорош Поэтому я не играю с троллем, ребята Сейчас мне еще вытолкнут игрока И вообще будет счастье Как я люблю тролля Как я люблю тролля Можно было не бить им Я понимаю это А можно было ударить в эту сторону В 3 куба И это было бы умнее Ну, ладно Дебил Дебил Я сам виноват Можно было ударить в 3 куба И вряд ли бы я нашел бы 3 куба Хотя, конечно Ну, ладно Ладно Оппонент Оппонент дарит шансы А, нет, не дарит Нет, нормально сыграл Нет, рерол Отлично Рерольчик Это здорово Это очень нужный рерол В этой ситуации Он, конечно, освободил игрока Для одного куба Но Аватарка у команды противника Просто огонь Стандартная норвская аватарка Вот Накосячил, короче Надо было бить в 3 куба А я дебил Вот Ну, сам виноват Ладно Он пытается бить силового В 1 куб Вот это была ошибка, конечно Не проще было бы ударить в 1 куб Черка Потому что это Как бы намного безопаснее Ну, ладно Я, видимо, что-то не понимаю Подскок Без удара Просто встал Может, он забыл об этом Мог ударить-то в 2 куба Линейку Да лучше, по-моему, с 2 гфей бежать Чем с даджом Ну, ладно Отлично Ситуация стала немножко приятнее, ребята Ну, что, воины Хамона Давайте аккуратненько доразруливать Все это дело Так, это хорошо Если у нас удар плохой Нам надо У нас еще блиц не потрачен Давайте Это довольно простой блиц Так Давайте песенку изменим Подходим Пока не рискуем Пока не рискуем О, отлично Уронили Берсерка на пол Оторвали ему все Смотрите, какая крепкая седьмая броня Вот мы их бьем, 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 бьем Они не ломаются Вот Мы как будто играем когтями Мы как будто играем против гномов Только у нас у всей команды есть когти Вот так вот Ну, это я к слову О, это хорошо Первый удар не зашел У меня нету реролов, кстати Это важно А, это не прокси Не прокси Не прокси Ну, не прокси Ты прям Вообще Мое уважение Мое уважение Прям Не прокси прям Того этого Карает Ребята Вопрос в том Забивать ли мне Я думаю, что забивать, конечно Правда, если мы сейчас кинем Блин А, хорош Флейм Наконец-то Минус кикер Ну, не то, чтобы это было Это поздновато, конечно Кикер должен был выпасть еще до этого Но нормально Нормально Так Давайте Перестрахуемся От Дебилизма Вот Ну, если Если вдруг Я сейчас тут Засру Как бы Мне Не свалить хочется Но некем На всякий пожарный Подстрахуемся Если что Просто в последний ход Не будем делать много ударов Вот Рерол у меня есть Знаете Все получилось Он сейчас еще Ладно Блатбол Спасибо Нормально Я, конечно Не хочу Это комментировать Это было неплохо Подставил меня Господи Там Там надо было Кинуть Очень непростые Кубы На счет Подставил Это громко сказано Ну Ладно Я не знаю У меня бомбит Немножко Он опять забыл Сделать удар Подскоком По-моему Ну, ладно Ни одного Куба Не сфейлино Ребята Ни одного Куба Ладно У меня не бомбит Все в порядке Все в порядке Ребята Он байтит меня На удары Не знаю Может не специально Конечно Байтит Но выглядит Как байт Конечно Нет Конечно Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, теперь надо и Ancient Flame не обосраться Не обосрался, молодец Но не сломал, ну... Костебрак, просто не беси меня 2-1, 2-1 Пойду, пас, ненавижу эту игру Субтитры создавал DimaTorzok Как я ненавижу Blood Bowl Просто ненавижу Blood Bowl Мяч надо юзать только, чтобы вбить его в голову игрокам-рэшсикам Может быть Ну это просто смешно Это просто смешно Типа, который раз в решающий момент Вот, типа, мы убивать, ломать готовы А надо кинуть нормальные кубы на мяч Мы кидаем 1-2 Потому что... Еще у нас не встал игрок То есть мы играем на одного игрока больше И это... Ну такое себе преимущество, конечно В общем, бесит, ребята Это бесит Играешь, играешь Игра у тебя такая, типа Господин, снимите штаны Ну ладно, поехали Не, ну мы уже 4 опыта заработали В принципе, нам сейчас надо продолжать играть в том же духе Просто метить в нужных игроков И потихонечку Создавать давление на мяч Но, конечно, кинуть 1-2 в этой ситуации Нет, начнем с того, что ему надо было выбить мячик Ему надо было кинуть Значит, сначала он кинул 4+, потом 3+, Потом он сделал еще 2 удара Каждый из которых должен был быть хотя бы 3+, То есть он сделал 4+, 3+, 3+, 3+, 3+, И за счет этого выбил мяч Это смешно просто Да, я помню комбиодоллар Притом, когда я еще мяч в итоге не мог подобрать Вот А потом, когда я его подобрал Я сделал ГФИ и сделал себе травму Это было прекрасно Просто, просто божественно Воины Хамона пока как-то Не справляются Погода сменилась, кстати Я единственное не помню, почему он не оставил В начале этого Ну, то есть Блицевать Йети, по-моему, не самая разумная мысль Блиц Йети Это, типа Он собирается выбить мне тролля, что ли, Йетти Ну, такое Йети опасно метить в тролля Потому что у тролля МБ Оно работает намного лучше в этой ситуации То есть, если ты кидаешь там двойки То, как бы Это хорошо Это маленький плюс Я чувствую, что он подойдет гордом Или все-таки Или все-таки аккуратно попытается выбить Но тут очень аккуратно Неудобно немножко То есть, он может, например, сейчас Блицануть в тролля Но там если Ну, хотя ладно Не, нормально, нормально, нормально Да, он сейчас будет блицевать в тролля Тролль, давай-ка 2-2 И СМБ унеси его Вот, да Он сейчас правильно делает Сначала надо прикрывать мяч Хотя, тролля можно Вот если бы он всех уронил Тролля можно было бы и зафалить Так, конечно, не очень приятно Но он подставит своего Йетти Если что То есть, может, у него удары получатся Но Йетти он подставит У меня будет 2 удара Ну, ладно Это я так, к слову Йетти побежал Давай, 2-2 2-2, 1-1 Отлично 1-2 Идеально Да, хорош Флейм взял ловлап Удаленно всегда из команды Да О чем Слушайте, как угадал Спасли его Но Такое себе Гря-гря Но он сам виноват Согласись Он был удастся Грейт Гейм Да Ну, это было забавно, конечно Господи, как мой донат Тащ Окей Принято к сведению Тащит спиритолог Тащит Оставим одного парня И вот этой линейщики Побежим потихонечку Сбоку Не, ну то, что мы вырубили Йеттио То есть В принципе В принципе Это Ну, если не половина Драйва То Ну, такая, знаете Треть игры сделана Грубо говоря В этом драйве Не, ну стоит сказать Тут как бы Тут смесь Ancient Flame Который еще и апнулся Слушайте, если я поймаю Сейчас на нем дубль Это вообще будет здорово Единичка Опа, отлично Рерол Пятерка У него минус рерол Это здорово Это уже очень классно Ну, это все Неудобные кубы К слову Да У него тут все Неудобные кубы Неустрашимый Ааа Он хочет Неустрашимый в один куб Кстати Опасно Как бы Тролль показал Что он Может постоять За себя Вот У него Берсерк Но есть меч Ну я, кстати Ой, не подобрал Так, ребятки Так, ребятки Ну мы это для аккуратной игры Сделали Для того, чтобы не кидать Лишний куб Ну вот Не пробили Но это не страшно Сейчас я думаю Наверное, лучше ударить Вот так вот О, нокаут Прекрасно Молодец Жапкер Жапкер Никак не может Взять единичку Опыта Прекрасно Это здорово О, хорош Жапки Ой Флейм Флейм просто разрывает Флейм просто разрывает В этой игре Но остальное не трогаем На самом деле Остальное меня устраивает Тролль Вот знаете Все гнали Типа Ой, тролль Типа Бесполезный Бегай Даже я об этом говорил Что он типа Ну он типа дешевый Но в принципе Да не суперполезный Но в этой игре Тролляха показывает Что Вот он Все игры для этого Готовился Для того Чтобы в этой игре Блеснуть В этой игре Флейм конечно Показывал Начал показывать Что Не зря Не зря Было взят Притом Кстати Мы здесь можем Чёрками бить В три куба Это очень круто Подскок не удался Это круто Алекс Гуськов Жапкером будем Бим Потом Алексом Подбор не получился Это У него останется Один рерол Подобрал Надо доджиться Это неприятненько Ну ладно Мы тут можем Сейчас выбить Ещё на нашего Ой Ну в общем Блицер догонит Ребята Пас А кому пас Это что-то Ребята Какие-то Спешл Тактиксы Это что-то Очень странное Сейчас будет Нет Мы сейчас можем Кстати организовать Да Кстати Всё У меня есть план У меня есть план Сейчас всё сделаем По-красивому Ребята Сейчас будем Кидать Сплошные Тройные Кубы Вот Ну его маловато Просто на поле Его реально Очень мало На поле В этой ситуации Забавная игра Получилась Я блин На чужом лосе Набил больше Чем на своём Что 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 характерно Для Бладбола Блиц Неудачный Блиц Это хорошо И он побежит дальше Второй Единичка Прекрасно Так Смотрите Что Что мы делаем В этой ситуации Подводим так Подводим так Мы сначала ударим В два куба И что у нас После этого Есть сразу Три куба Вот Стоим У нас поймал мячик Силовой Это прекрасно Три куба Удар есть Подходим Закрываем Здесь Голого Мужика На всякий пожарный Прикроем Немножко Мы сейчас Прокращаем Силового До Еще одного Уровня It's like The train To make Easy to you Есть такое Ну Это знаете Обраточка После Троллей Ну и донат Спиритолога И жапкера Конечно Деньги Они Позитивно Влияют На Скил Поднимают Его До Невиданных Высот Он Собирается Прыгать Берсерком В него Что Да Он Собирается Берсерком Бить Шестерку Нашел Хорош Пробил Вообще Прям 6-6 Кинул На Пробой Броне Хочу Сделать Опять Трикуба С жапкером Ребята Ничего Не могу Поделать С собой Ну Сейчас Посмотрим Короче Тут Есть Возможно Я Заидиотничал Это была Ошибка Это была Жесткая Ошибка Я Я Сыграл Ужасно Как Арчи Вчера Играл Я Сейчас Так же Сам Сыграл Ладно Это Было Плохо Ребята Не Играйте Так Как Я Сейчас Сыграл Это Я Поспешил Ладно Ну А еще Нокаут Ну Флейм Все Разошелся Тролль Тролль Набил Руку И теперь Показывает Своё Мастерство Вот Ну Подходим Вот Это Вот Так Разместим И Нормально Как же Тролль Бахает Тролль Просто В форме Тролль Сказал Что Хватит Этой Дурости И Начал Раскидывать Вот Посмотрите У него такая рука Этой рукой Можно просто голову Оторвать Кому-либо Я честно говоря Думаю Что он даже Чёрку Может голову Оторвать Руками Вот Вот Йетик Он вряд ли Оторвет Голову Хотя Чё Может Оторвет Кстати Не знаю А тут Надо бить Каких-то Полуголых Мужиков Которые Говорят Что Броня Для Тёлок И всё Опа Это прям Это прям Неплохо Это прям Проталкивание Ребята В красные Правда Тролль Даст свои Три куба Как бы Любимые Видимо Доджи Садится на мяч Я правильно понимаю Подскок Доджи Удался Окей Борется До конца Прям Ударов Красные Отлично Ну Орки Для Норсов Соперник Плохой Так как Орки Просто Не могут Бить Их Привет Ситар Я Сегодня Тебя Немножко Вспоминал Вот Перестрахуемся Перестрахуемся Заносить я пока Не собираюсь Мне это Невыгодно Нормально Спиритолог Тоже тут Немножко Карает Может Тролля А Мы можем Под тролля Подтолкнуть Этого Ульфренера Да Тролль Еще с Ульфренером Пообщается Нет Не пообщается Милорд Ваши Норсы Заканчиваются Ну вот Тролль Прибежал И сказал Да Мы Будем Бить Их Осталось Три Норса На поле Вот Хорошо Идем Хорошо Идем Но тут Знаешь Ситар На самом Деле Вот Ключевой Момент Был В начале Второго Тайма Вот как На лосе Да Побежал Ой Неплохо Сыграно Вот Побежал Етик Ударил В моего Тролля Нашел Один Два И тролль Его убил Ну в смысле Натурально Убил Вот Это Это не фигура Речи Так сказать Как он Примаг Молодец Борется До конца Правда Бороться Почти Против Ну против Втроем Против Десяти Орков Это Ну делаю Не очень Простое О Выталкивание Есть С поля Давай Беги Дружок Вся надежда На Етика В такие Моменты Он Конечно Их Порит Да Я знаю Я слушаю Я когда играл Етиком Я тоже Много раз Замечал Как он Ох Тыж Не Прок Ся Глуш Вот это Был Борзый Фол Конечно Это Был Борзый Фол Ребятки Тролль сходил. Хорошо. Хорошо. Я сел, немножко побаиваюсь. То есть я так смотрю и думаю, господи, а вдруг что-то еще произойдет. То есть я хочу до ума довести этот матч, типа не рискуя сильно. Ну, нормально, в принципе. Вообще, мое сердце стало мягче, ребята. Потому что я нажимаю кнопочку завершить ход вместо того, чтобы бить. Вместо того, чтобы фалить. Ну, вот так вот. Ну, подфартило, подфартило в этой игре. Ничего не сказать. Гритас молодец у меня. Гритас делает свое дело. Денюжку получили. Нет, не берем... Хотя, блин. Не, не берем линейку. Нам надо покупать Тровера. Опыт лег плохо. Опыт лег поганенько. Ну, ладно. Отписка? Ну, ай, Ред Гринлока. Давай ты отпишешься после матча с Вассага. Ладно. Шутки шутками. Так, давайте. Дубль на Тролле нужен. Это не дубль. Ну, берем гарда. Что поделать? Жаль. Жаль. Ну, гард лишним не будет, определенно. Давайте МБ, очевидно. Если у тебя есть силовой орк, на нее берется МБ. Это как бы... О, ребята, у нас же есть деньги. Давайте. Пришло время розыгрыша очередного. Давайте-ка. Ключевое слово ОРК. Вот. Сейчас я... Так, секунду. Все, давайте. Орк. Есть одно место. Будут еще игры? Нет, последняя была. Я, пожалуй, на этом все. Мы разыграем Орка и закончим на этом. Я пойду... Ну, гулять я, наверное, уже не пойду. Поздновато. Займусь чем-нибудь полезным. Ради разнообразия. Ну, последний матч, конечно, подфартило. Вот, насколько у меня был невезучий матч один, и насколько был везучий этот матч в итоге. Ну, второй тайм в основном. Так, давайте-ка разыграть. Айчурсин выпал. Окей. Я правильно все написал? Да, я все правильно написал. Будет у нас тровером, распасовщиком в этой команде. Ну, что у нас получается? Два чёрка с пятью опыта, это хорошо. Чёрк с двумя опыта, это тоже хорошо, потому что есть шанс получить MVP. А вот то, что три блицера... У нас как-то вот опыт очень неравномерно качается. Это погано. Ну, 3-0-1 плохо, но не очень плохо. Всем спасибо, кто был. Играйте, выигрывайте, будьте добрее друг к другу. Встретимся с вами в ближайшее время. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok